Данное видео я хочу посвятить светлой памяти романа. Да, наше знакомство было скоротечным, но таких ЧВКшников в Таркове единицы. Покойся с миром, брат. Приветствую всех любителей игры Escape from Tarkov. И в этом видео я хочу поделиться с вами уникальной историей. Со мной такое приключилось впервые, хотя наиграл я уже порядка 8000 часов. История началась на карте Маяк. Я двинулся туда, дабы добить квест Миротворца. Нужно было настрелять четырех медведей. Задача противостояния давно уже висит, все никак руки не доходили. Естественно, по пути захотел подлутаться, но об этом немногим позже. Мда, а лут оказался против того, чтобы я его залутал. Но ничего страшного решил я и двинулся дальше. В голове была куча мыслей, фантазий. Но вокруг была тишь да гладь, и ничего особенного не происходило. В связи с этим я решил зайти в дом на холме и залутать его. В конце концов, не зря же я в свое время выменивал ключик. И да, в доме оказалась не только фазированная решетка, но и кольцо с черепом. В процессе лутания сумки я услышал какую-то стрельбу. После чего вышел на улицу и приготовился. А ведь парень от кого-то убегал, подумал я. И решил найти эти фраги. Но ребята не очень хотели умирать. Пришлось немножко отступить. И даже воспользоваться препаратами. Активировав лечение и остановив кровотоки, я кинул пару гранат. Ну верхнему там прям больно. Хотя с другой стороны вряд ли соперники стояли на месте. И особого толку у них не было. Пройдя немного по берегу. Одного я нашел и добил. После чего решил похиляться. Потому что вокруг ничего не происходило. Да и... Ой. Это было последним патроном, к слову. А где еще один? В процессе лечения ознакомился с статистикой убиенных медведей. Из двух или трех, непонятно пока обоих ли я забрал, один был медведем. Восстановив здоровье и закинув патронов, решил найти последнего. За то время, пока я регенерировался, никто нигде не топал, не обходил меня. Что казалось странным. Возможно он помер. С другой стороны, вряд ли, разве что гранатами я мог зацепить. И именно с этими мыслями я пошел обходить домик. Где обнаружил вот такую картину. Фигайся, тут крови натекло. Далее вернулся на место нашей перестрелки и присмотрелся. Ну ты и терпеливый, подумал я. И пошел лечиться снова. Ну видимо я обоих продамажил больно, поэтому они заныкались и тоже отхиливались. И не лезли никуда. Я занялся привычным делом. Не дешево мне обошелся этот рейд по препаратам. И это конечно был тоже юсек. Ты был медведем что ли? Да. Медведь от двух юсеков убегал. Брат, я отомстил за тебя. В чате переживали по поводу сброшенного магазина. Но я его перепрятал. А трогов-то больше все равно нет. А потом случилось вот это. Э. Тарков. Ну че началось опять? Новый клип. Новый клип. Нарежу тут этого всего. А, ну давай теперь лежать будем. Отличная игра. Никит, куда пять тысяч еще занести? Все. Потом не скинешь пять тысяч на сбер, не забудь. Еще скажи, что это жизненно, типа реализм. Ой. После перезахода я услышал выстрелы. И это наводило на некоторые мысли того, что случится дальше. Please, no, don't, don't kill me. Bro, let's be two friends. Друг, ты не хочешь дружить? Че, шарап? Шарап? Неожиданно. И приятно. Может подтолкнешь? А я тебе два трупа покажу, честно. А тут он, Костя, иди сюда. В сарай. Привет, Костя. Так, я познакомился сначала с Костей. Контент подъехал. Привет, Костя. А как ты попал сюда? Мы же с Иркутска вообще. Ну, ты стреляли, ***. Ты, конечно, смешно выглядишь. Не-не-не, ребят. Не, я не бухой. Я нормальный. Я смешной просто очень. Слышь, Рома, мы в телеке. И Романом. Привет, Рома. Смотри, как он по попу застрял. Вот и что сзади делаете-то, мужики, не надо. Не надо маячить сзади, я очень прошу. Очень прошу, не надо. Че-то кровище у тебя там, шарап? Ты че, ранен или у тебя это первый раз? Это спрашивает человека, который мне только что по голове с ружья зарядил. Не, стрелял Рома, я не стрелял. Для тех, кто не понимает, кто это такой, это Рома Хорс из 715. Тим, вы думаете, правда это или нет? О, я немножко сдвинулся. Чуть-чуть было. Ай, на лицо-то зачем? На лицо прям выпрыгиваешь. И, по-моему, ну это классные чувства просто в Таркове. Так, вроде еще дернулся. Как дела, ребят? Ну, пока занимаюсь всяких, но очень интересный. Там это, если что, загоражен дальше. В кустах еще один лежит. Во, почти-почти. Не знаю. Я не успел посмотреть. А там... Давайте попробуем. Никак. Мальчишки и девчонки, вы такие наивные. Вам наворотник. Ну, я верю в то, что Рома справится. Подождите, извините, просто у меня немножко бомбануло срака. Фим, скажи. Честно вам скажу, я не знал, что ноги и руки отказывают. Ну, нам делать больше нечего, конечно. А какие у вас планы вообще? Вообще, мы шли на выход. Я сейчас твою ногу тут подтолкну снаружи. Спасибо. Ну, на всякий случай я без рук, вот я руки убрал. Я скажу такое в Ютуб с утра, говорю, о, шарап стримит. О, о, почти. Да, я, я... Так, хорошо, хорошо, давай, давай, давай. Я почти под текстуры залез. Ты, кстати, тоже ногой. А вы сейчас что видите, ребята? Ну, у нас вообще-то не меняешься. Так же вроде лежишь. Сейчас попробую перезайти. А то я прям под текстуры уже почти залез. Но ваши ставки. Выживу, не выживу. Лишь бы не надругались над моим телом. А если что, все на стриме было. Шаги слышно рядом. Так, я вернулся. Я могу ходить! О, да я вытолкал, я в тебя залез, когда ты вышел. А не скринить, ребят? Как это выглядело со стороны? Нет. О май гад! They can do screenshot properly! Пойдемте, покажу. Ребят, еще. Нет, того типа мы посмотрели, он пустой. У него пистолет. За гаражом в кустах, да, который? У него пистолет был, если ты не против, мы его забрали. Да нет, 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 нет. Вот еще один. Рому убили. Пулеметом? Но нет больше такого человека. Ромааан! Нет! Нет! Рому-то жалко. Вот так, Ро, ты возьмешь эти жетоны-то? Свои тут. Да, оставь себе. что с рома это делать будем да ничего он свою роль выполнил может хоть похоронить был хорошим человеком верным другом и стал примером для всех нас тут надеюсь дикие не найдут или почти скинули как хочешь с рома наушники с сказкой забери кстати чем пойдем на выход друг любезный как вас сюда занесло то мы вообще умирать ходим на таможню берег отсюда пофармить и как фарм я на прикрытие рома фармиться вот так и живем от случая к случаю тебя прикрытие ты тоже пофармишь я не люблю фармиться я люблю прикрывать и воевать поэтому меня в стройке 900 тысяч у рома 20 миллионов хотя бы делится мы иногда по настроению и в какой-то момент я понимаю что я один где же мой друг ты где я тут это приуныл немножко коллег боль в коленях все дела а уже восстановился почти годы свое берут да не говорит 36 лет я мою на когда исполнилось 10 месяцев назад и на 10 месяцев старше да капец ну да и все еще в тарков играешь не надоело и здесь мне в голову пришла отличная идея как отблагодарить ребят за старания мало того что не убили так еще и реально помогли ну его рядом ходит вокруг смотри что лежит сегодня твой день по моему вон вон дальше очистим делать можно будет выходить вот там 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 носком между скалами с веревкой которые ульт да с паракордом а спасибо это ты же скинул да я так полагаю ну вы же не пристрелили в конечном итоге мы же не собаки мы за мир пиц спасибо за рейд удачи надо было как-то закончить красиво с учетом того что меня пощадили хотя если бы он не подзалутал жетон на котором было написано возможно бы возможно меня и не признали вот так что не дешево стоит жизнь шарапа к миллиона полтора наверное выменить ледоруб стоит там это тот который я со штурмана выбил сам после рейда ребята спросили сколько же стоит нынче ледоруб и поэтому я подсчитал 33 200 3 300 400 тысяч десять присадок пусть будет 800 тысяч 15 пропанов 450 800 плюс 450 плюс 400 тысяч миллион 250 где-то да разумеется на рынке он стоит подороже вот во столько я оцениваю свою жизнь да разумеется потом разбирая схрон выменял тем более некоторые компоненты собирал еще с начала сезона и не тратил некуда было хочу обратить твое внимание что подобные истории конечно случаются не в каждом рейде но так или иначе у нас весело конкретно это и еще парочку других интересных случились на этом стриме так что не стесняйся заглядывай а если захочешь найти все трансляции то достаточно выбрать плейлист стримов и здесь они все по порядку огромное спасибо всем кто не забывает ставить большие пальцы вверх ну а тем кто делится видосиком с друзьями и репостит к себе в социальные сетки отдельный респект не забывайте пожалуйста подписываться ставить лайк и рекомендовать своим друзьям ну и конечно